Неполное доминирование Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующие скрещивание. Какое расщепление по фенотипу происходит во втором поколении при неполном доминировании? При неполном доминировании во втором поколении происходит расщепление потомства в отношении 1 к 2 к 1, как по генотипу, так и по фенотипу. А большое А большое, А большое А малое А большое А малое и А малое А малое. Мы знаем, что А малое А малое это эффективный признак, а большое А большое это доминанта. Здесь неполная доминанта. Значит, вот где у нас два, это неполная доминанта. Три четверти особи несет доминантный признак, одна четверть рецессивный и одна вторая характерно неполное доминирование. Что такое сенотип? Сенотип – это совокупность всех признаков организма на определенной стадии онтогенеза. Всегда ли по фенотипу можно определить генотип? По фенотипу далеко не всегда можно определить генотип. Например, растение с желтыми семенами может иметь генотип А большое, А большое. Это будет гомозиготная особь. Или А большое, А малое. Это гетерозиготная особь. И обе они будут одинакового цвета, желтые. Точно определить генотип можно у организма с проявлением рецессивного признака и в том случае, если экспериментатор уверен, что этот признак подавляемый. Например, зная, что у гороха зеленый цвет семян является рецессивным, можно утверждать, что генотип у растения с зелеными семенами А, А малое. Для определения искомого генотипа используется анализирующее скрещивание. При этом особь с неизвестным генотипом скрещивает с организмом гомозиготным по рецессивному гену А малое, А малое. А затем анализирует полученное потомство. Если все потомки единообразны, то искомый генотип особи А, А большое, А большое. Если половина гибридов имеет доминантный, а половина рецессивный признак, то в скрещивании участвовал гетерозиготный организм, А большое, А малое. Исходно знает генотип. Можно ли предсказать фенотип? Если экспериментатор знает, какой из пары аллельных генов доминантный, а какой рецессивный, если известен тип доминирования, полное или неполное, то по генотипу можно предсказать фенотип. Рассмотрим моногибридное скрещивание. Например, ген А большое определяет черную окраску шерстью собаки. А малое коричневую. Доминирование полное. То есть доминантный ген полностью подавляется фенотипами. В этом случае животные с генотипом А большое, А большое или А большое, А малое будут черными. А с генотипами А малое, А малое коричневое. Если же ген А большое определяет красную окраску венчика цветка ночной красавицы, а малое белую, и имеет место неполное доминирование, то потомку с генотипом А большое, А большое будут красные цветки. С генотипом А малое, А малое белое, а гетеросигурные особи А большое, А малое будут иметь розовый оттенок. Зная фенотип, можно ли угадать генотип? Угадать генотип при известном фенотипе нельзя, за исключением генотипа особи с рецессивным признаком. А вот вычислить, используя анализирующиеся вещи, можно.